МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». Сегодня я ее ведущий. Я не один. Снова предоставляю Наташу Артигу. Артиг, прошу прощения. Наташа, приветствую. Я вас тоже приветствую. Наташа – это автор книги «Цена недосягаемой скалы». Прежде чем мы перейдем к теме, друзья, те из вас, которые пожелают, а вас таких немало, пожелают прочитать эту книгу, получить эту книгу, позвоните нам в офис и закажите эту книгу. Это будет благословением для каждого из вас. Друзья, это то, что Наташа имеет от Господа, то, через что она прошла, проходит. Это ее радости, это ее откровения, это ее духовное переживание. То есть это ее подъемы, это ее долины и ее горы. Наташа, я так понимаю. И вот последняя глава буквально, я сделаю выдержку, то есть возьму из этой главы. «Словно светом озарило меня, и я сказала, Господи, сегодня весь мир живет так, словно это не может случиться с нами». А что не может случиться с нами, это выше ты описываешь здесь очень интересную историю. Мы сегодня живем так, будто день суда и расплаты никогда не настанет. Если кому-то и придется платить, то это не может случиться с нами. День перехода в вечность приходит для других, но это не может случиться с нами. Мы живем так, словно вечность не для нас. Однако, ждем мы этого или не ждем, готовы мы к этому или не готовы, придет день суда, и каждому из нас придется лично дать отчет и получить расплату. И уже никто не сможет заплатить за нас. Как и в этой ситуации, выше описанной, хотя я была готова заплатить за этих людей, но я не имела права для них это сделать, это не спасло бы их. Сегодня Бог дает каждому из нас время и возможность подготовить себя к вечности. Бог оставил для нас свое слово, чтобы научить нас. Его Сын однажды на Голговском кресте заплатил за нас цену, чтобы мы жили вечно. Но мы порой живем так, как будто день суда никогда не придет для нас, словно это не может случиться с нами. Итак, это выдержка из книги «Цена недосягаемой скалы», автор Наташа Артик. Наташа, мы будем сегодня говорить относительно очень интересной темы. То есть Господь также положил тебе на сердце делиться с нашими зрителями. Кто-то из них принимает, кто-то не принимает, но тем не менее, эта тема очень важна для любого возраста, для молодого, не только для пожилых, не только для средних. Потому что день встречи с Богом, об этом мы будем говорить, он может настать внезапно для любого из нас. Сегодня мы здесь находимся только лишь с одной целью, чтобы зайти в каждый дом, где только включен экран, кто сейчас смотрит нас, чтобы сказать о любви Иисуса Христа абсолютно каждому человеку. Мы не можем зайти сегодня физически, но Господь даровал нам огромную возможность войти к вам через эту камеру, через этот экран и сказать вам еще раз, Иисус любит вас. Мы не знаем вашей ситуации, мы не знаем вашей истории, мы не знаем вашей жизни. Возможно, у вас критический момент, возможно, у вас идет решение, возможно, вы стоите в преддверии вечности. И мы сегодня здесь только лишь для того, чтобы обнять вас, благословить вас и сказать, Иисус реален, небеса реальны, ад реален и вечность тоже реальна. Статистика утверждает, что каждый из ста человек, абсолютно все сто, когда-то умрут. И поэтому Дух Святой положил на сердце говорить сегодня именно об этом. Я должна сразу заметить, что у меня очень было много препятствий, чтобы попасть на эту передачу. И абсолютно каждый раз, когда дьявол выдвигал новую, какую-то придуманную версию, я просто говорила, ну уж слишком дешево отменить ее. И поэтому, какая бы сила дьявольская ни была сильная, тот, кто в нас сильнее того, кто в мире, и его сила привела нас сюда. Сегодня, чтобы мы с пастырем зашли к вам в дом и сказали вам еще раз, что Иисус любит вас. Мне нравится, кто-то сказал такую версию, что когда человек купил билет на самолет, он сделал решение на земле. И уже когда он поднимается в воздух, уже никто не изменит его путь, его направление. Он прилетит именно туда, куда он отправился. Сегодня мы заходим в ваш дом, чтобы вы сделали это решение, если вы еще не примирены с Богом. Или даже в жизни бывает такое, я слышала однажды случай, который меня просто шокировал. Довольно-таки хороший христианин для церкви, в глазах церкви. Прожил жизнь вроде как для Бога жил, чтил Бога. Вроде все было хорошо, да, но когда он умирал, он сказал, а я даже и не спасен. И люди, которые были вокруг, для них это было шокирующее состояние, как? Кто угодно, но только не этот человек, потому что мы жили с ним. Это был очень хороший человек, очень добрый. Доброта не спасает. Спасает, мы приходим к Богу только через Иисуса Христа. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. Сегодня я хочу рассказать такой случай, который был в моей жизни очень много лет, но почему-то, лишь только на прошлой неделе, Господь мне его напомнил, показал и дал мне значение этого случая в моей жизни. Много лет назад, лет 20, я поменяла место работы, начала новую работу, и буквально я отработала два или три месяца, и утром пришла на работу, я просто сидела в офисе, занималась своими делами. И Дух Святой мне ложит на сердце ездить на Украину. То есть у меня это было настолько неожиданно, настолько шокирующе, что я хорошо понимала, никто меня не пустит, но ведь все-таки это же должность, это ответственность, обязанность. Но я сказала, Господь, если это действительно от Тебя, если Тебе нужно, чтобы я ехала на Украину, я сейчас пойду к боссу, и если мне босс скажет, что он меня пускает, я еду. Если босс говорит нет, значит, все в Твоей руке. Пастырь, это было настолько удивительно, когда я зашла к нему в офис, он мне сказал, а у меня выбор есть? Если я сейчас тебя не пущу, ты все равно послушаешь своего Бога, и ты все равно полетишь, а я останусь без рабочего. Говорит, лучше я побуду месяц без тебя, езжай на свою Украину, но говорит, приезжай и возвращайся на рабочее место. И когда я поехала на Украину, я буквально, ну как бы я не понимала, я знала, если Господь послал, Он усмотрит, все сделает, и вроде как-то я быстро увлеклась евангелизация, это было 90, какой-то из 90-х годов, это было время евангелизации, на площадях проповедовали, говорили о Боге, и я быстро в это, как бы, ну тоже помогала организовывать, и мы ездили, то там, то там, то там, служили Богу, где как могли, со служителями ездили. И в один из этих дней мы с одним пастырем поехали в следующий город, который рядом с городом, где я приезжала, мы поехали туда, я даже не помню чего, по каким-то мелочам, но самое интересное, что когда мы возвращались назад, я ему сказала, говорю, слушай, мы сейчас будем проезжать один дом, я этих людей так сильно близко, не знаю, но знакома, говорю, давай заедем на 5 минут, просто проведать, но когда я зашла в дом, он остался в машине, он говорит, я людей не знаю, я просто отдохну, когда я зашла в дом, то эти друзья мои сказали, что у них при смерти бабушка, и я вроде как на то время была молодая, для меня это было далеко, как бы я не совсем считала себя евангелистом, или я не понимала, как-то зайти, кому-то сразу говорить о Боге, я им сказала, говорю, слушайте, у меня в машине есть пастырь, вы не хотели бы, что он помолился за вашу бабушку? Они так приглянулись и говорят, да, пускай, когда пастырь зашел, я не знаю, о чем они говорили, но важно то, что он сказал ей о Боге, он сказал ей о вечности, они помолились, он помолился за нее, я не была в комнате, мы сели в машину и уехали, это было 2 часа дня, 5 часов вечера, она ушла в вечность, и Дух Святой на прошлой неделе меня просто среди ночи поднял и стал мне открывать важность этого, представь себе, я нахожусь в Америке, Господь снимает меня со своего места, ты, именно ты, пойдешь и скажешь этой душе, у нее остается 3 часа жизни, 3 часа, это 180 минут, дается человеку на размышления, еще один раз Господь скажет ей о вечности, и Дух Святой мне положил на сердце, ты обратила внимание, вы не приехали туда в 6 часов вечера, вы не приехали, когда она ушла в вечность, Господь определением своим определил 3 часа на размышления, и кто из нас не знает, сколько нам осталось, кто-то может быть стоит уже совершенно считанные минуты у преддверия, и это его выбор, пастырь, я хочу, чтобы прямо сейчас ты призвал людей к покаянию, потому что у кого-то, может быть, остаются считанные минуты. Ты знаешь, Наташа, это сильное слово, почему? Потому что мы даже зачастую, возможно, говорим у нас в передаче о том, что повременить можно со всем, повременить можно с приобретением очередного дома, очередной новой машины, повременить даже можно отложить поездку в Мексику или на Гавайи, повременить можно с путешествием на круизном корабле, но временить с вопросами вечности, тогда, когда, перейдя эту черту, назад дороги нет, временить с этим, это просто категорически небрежно и преступно. И небрежно по отношению своей души, и преступно по отношению к Богу, который дал эту душу для человека. И я как-то демонстрировал, что практически каждую секунду, каждую секунду, в вечность уходит шесть человек. Одна секунда, это щелчок пальцем. Вот так вот, ты можешь сделать. Друзья, вы можете вот так сделать? Это одна секунда прошла. Вот на циферблате вот так, раз, и шесть человек ушло в вечность. Это Божие определение. Хотим мы этого, не хотим. Это первое. И второе, то, что к нашему сожалению, к сожалению человека, что если бы он знал меру, отведенную, или период Богом, отведенную для него жизни, отрезок времени, отрезок жизни, понятно, мы бы лихорадочно готовились. Ой, надо бы быстрее, быстрее, потому что через два года, или через два часа, или через три месяца, мы, понятно, мы бы рассчитывали со всеми долгами. В этот момент мы бы делали все возможное, чтобы таким пушистым, чистым, и предстать предъясные, светлые очи Господа. Но такого не бывает. Такого не бывает. Почему Писание говорит, что мы должны быть готовы во всякое время? Почему? Почему? Многократно и сам Господь Иисус Христос, и его святые апостолы, они применяли это мощное слово «бодрствуйте». Слово «бодрствуйте». Бодрствуйте слово это «смотрите в оба». То есть наблюдайте и смотрите в оба. Понятно, наблюдайте за признаками последнего времени, которые говорят о втором пришествии Иисуса Христа. Но мы более сегодня сосредоточены не говорить с тобой даже о втором пришествии. Мы сегодня говорим относительно личной встречи с Господом, которая может настать. многие ожидают второго пришествия и в разочаровании находят себя в потустороннем мире, потому что он утром не проснулся, не встал со сна своего. Хард атак или какой-то инсульт, или еще что-то, и человек внезапно. Статистика потрясающая, говорит, также в Америке. В прошлом году, где-то в декабре, в начале мне попала статистика, что подсчитано, это было на новостях американских СМИ, подсчитано, что молодые люди в возрасте от 36 до 50 умирают по статистике последняя декада, последние 12 лет. Очень много просто взлет вот эта шкала, которая показывает. Если 12 лет назад было определенное количество, так 12 лет спустя показали вот этой синусоидой огромное количество между 36 и 50. И задавали вопросы, ученые беседовали за круглым столом, чем это вызвано. Ничего не знаю. Ничего не знаю. Хотя, казалось бы, пожилые люди должны по возрасту и прочее, они должны отходить в вечность. Но, тем не менее, молодые люди. То есть, поэтому мы говорим даже не о втором пришествии за церковью, мы говорим о пришествии Господа Иисуса Христа за мной, личностно за мной, за тобой, за тобой, за всеми, без исключения. Когда это время настанет, один Бог знает, одному Богу ведомо. Да, Господь может отложить по молитве, Господь может отложить по молитве твоих родственников, твоих близких, твоих кровных, твоих, может, церкви, друзей, может отложить на какое-то время пришествие за тобой по причине того, чтобы ты совершил покаяние. Но, но, такое не всегда, такое не бывает часто. Вот почему кого-то Господь готовит, как я говорил, разными обстоятельствами, через молитвы близких, родных, родителей, папы, мамы, дедушки, бабушки, а другие не имеют такой возможности. Но, у вас есть эта возможность, почему? Потому что на расстоянии этого голоса Господь говорит через нас, к вам. Если у вас нету ни родственников, кто молился о вас, нету близких, может, отвернулись от вас, Господь не отвернулся от вас. Сегодня это голос, это программа влияния, это возможно как набат. не в целом глобально для континентов, но личностно для тебя, в твоей личной одиночной потаенной комнате или месте. Господь говорит о том, что мы должны быть готовы, если он придет за тобой или за мной, готов ли я, готов ли ты? То есть, это вопрос на такую злобу дня, такой серьезный, что он архиважный, есть важный, есть архиважный, то есть, он важный до невозможности. Поэтому, друзья, мы совершим молитву, и я благодарен, Наташа, что Господь положил тебе на сердце действительно призвать к молитве. Кто-то, может быть, не доживет до конца передачи. Несомненно. И самое главное, что Иисус не забыл за этого человека. Иисус не забыл за эту женщину, которая оставалась три часа жизни, что в Славянске не было пастырей, не было служителей, евангелизации обширно проходили на площадях, на улицах, в любом месте, где только церковь находила место, они проповедовали Богу, но Господь присылает человека с Америки три часа. На весы ложится добро и зло. Перед тобой стоит вечность. Что ты изберешь? Я просто последние дни стала думать, вот интересно, что этот человек выбрал? Мы только узнаем вечности, один только Господь знает, но даже если она совершила или не совершила молитву, я не знаю, никто не помнит, ни я, ни пастырь, мы не помним, но дело в том, что у нее оставалось три часа, три часа на размышления. И именно сейчас мы совершим молитву, потому что кто-то недосмотрит эту передачу. Несомненно. Я позвонил не так давно одному из своих друзей в одном штате и вижу, поднял другой человек. Я говорю, возможно, не туда, нет, вы туда попали. Я говорю, хотел бы, брата, он ушел вечный. Как молодой? Регент даже, регент хора. Как молодой? Четверо маленьких детей, 42-43 года. О, вот это да. Внезапно. Ничего не предвещало беды. Ни симптомы болезни. Ничего. Ничего. Да, мы надеемся, что человек встретился с Господом, соответственно, того, как он жил на этой земле, как он служил Богу. Мы надеемся, да, что он выдворился у Господа. Друзья, но такая же встреча с Богом может быть и у тебя и сегодня. В считанные минуты. В считанные минуты, в считанные секунды. Тогда какой отчет, какой ответ мы дадим Богу? Как я прожил эту жизнь? С чем я прожил эту жизнь? С чем я переступил? С каким багажом я переступил черту вечности? Что в моем багаже? Что в моем рюкзаке? Что у меня за пазуха, если хотите? То есть, с чем я предстану перед Господом? Блаженный тот человек, блаженны вы, блажен я, блаженны все из вас, дорогие друзья, те, которые с дерзновением имеют полную уверенность, что если этот день придет сегодня или сейчас эта минута, я не буду в стыде прятать свои глаза, когда встречусь лицом к лицу с Творцом неба и земли, вседержителем всего видимого и невидимого, я не буду смотреть влево или вправо, я буду смотреть straight forth, то есть, прямо в глаза, и мои уста откроются в хвале и в предложении о том, что вот тот, на которого уповала моя душа, то есть, мне не будет стыдно за бесцельно прожитые годы, а такой момент придет, поэтому, друзья, там, где ты есть сегодня, там, в чем ты есть, может, в глубине твоего падения, а может, в объеме твоего неверия, такой неверия, так дьявол обманул тебя, ты говоришь, я так не верю, я так не верю, даже в твоем неверии, может, зажечь искра веры, маленькая, незначительная, но этого будет достаточно для того, чтобы прикосновение Духа Святого коснулось тебя, там, если с твоих очей катится слеза, это Духа Святого, это не человек, здесь ничего нет, никаких душевных, эмоциональных манипуляций, это Духа Святого, прикосновение Его Слова к тебе, приди к Нему сегодня, приди к Нему сейчас, Наташа, мы склоним наши головы сейчас, мы совершим молитву, Отец, я благодарю тебя, это очередная возможность для многих людей, для наших друзей, те, которые принимают сигнал этого канала, сигнал этого голоса на расстоянии, в своих комнатах, в своих одиночных местах, может, в своих квартирах, апартментах, в своих шикарных или менее шикарных домах, Господи, но сегодня ты вошел в эти дома, для кого-то важно было это слово, это предостережение, очень важно, Господь, ты просто так ничего не делаешь, мы с Натальей в согласии сегодня совершить молитву, Господь, за тех, которых кто-то в поисках, а те, может, которые уснули, ослабели, упали, Господи, по каким-то причинам, Боже, но они стоят вдалеке от тебя, прикосновением твоего слова, влиянием твоего духа и авторитетом твоих святых божественных истин, коснись таких людей во имя Иисуса, мы благословляем, кто-то утешает себя тем, что у него целая дорога еще впереди, много лет жизни, Господи, покажи просто глубину этого и невежества, а даже этого понимания, потому что встреча может настать сегодня или завтра, какой-то симптом болезни, смертельная болезнь, она приведет к черте, поэтому, Господи, пусть осознание этой истины, что придет время или приходит для некоторых, когда они встретятся с тобой, Господь, когда они будут давать отчет о бесцельно прожитых годах или праведно прожитой жизни, Господи, поэтому я прошу тебя, коснись, спасай сегодня людей в разных штатах и в разных городах, сегодня, днем или вечером, или утром, где бы ни смотрели эту программу на любых из континентов, Господи, в любых городах, в любых деревнях, где бы это ни было, в любых местах, Господи, пусть голос Твой поднимает людей, Боже, пусть ставит на колени предостережениями неба Твоего во имя Иисуса Христа, Господи. Мы благословляем, благословляем на покаяние, благословляем на прощение грехов, на осознание своей греховности, благословляем во имя Иисуса Христа. Да будут разрушены все планы сатаны, дух неверия, всякие демонские, дьявольские духи неверия. Мы противостоим силой и влиянием света, жизни и слова во имя Иисуса. Thank you, Jesus. Аминь. Аминь. Здесь очень главное подметить, что очень часто я слышала, когда уходят в вечность от многих служителей в госпитале, дома, очень часто люди говорят, мне прощения нет, я столько нагрешил, я столько нагрешила, меня Господь не простит. Я выучила очень интересную вещь в жизни, мы в жизни много слышали, что когда мы раскаиваемся, искренне приходим к Богу, Он практически стирает все наши грехи, все наше прошлое, Он говорит, я кинул все за хребет, я не помню, я не знаю твоего прошлого, я знаю только твое настоящее и будущее. Знаешь, что я выучила? Дьявол не волнует наше прошлое, ему все равно, что мы сделали в прошлом, его волнует наше настоящее, наше будущее, потому что Он знает прошлое, и прошлое Он не может никак перенести, прийти на суд и сказать, вот Он сделал то-то, то-то, это, потому что Иисус стоит и говорит, моя кровь смыла все, все до одного греха, его не волнует мое прошлое, его не волнует твое прошлое, его волнует мое настоящее, мое будущее, я сегодня, когда потымаюсь, Он ненавидит меня, потому что когда я встаю, я что-то делаю для Бога, его раздражает мое сегодня, мое завтра, его не раздражает мое вчера, Он ничего не может сделать за мое вчера, каким бы оно плохим и тяжелым не было, потому что, когда я пришла к Иисусу, попросила прощения, Он смыл все мои грехи, Он мне говорит, иди и впредь не греши. Люди часто говорят, я проживу, покаюсь, и Бог меня простит. Да, но Господь говорит, иди и впредь не греши. И еще один момент, это очень-очень важный. Я много встречала в жизни людей, если кто-то когда-то, хотя бы один раз был у гадалок. Когда их жизнь приходит к концу, и они стоят у преддверия вечности, они даже не могут открыть уста, сказать, прости Иисус. Эта сила настолько держит их, что они не в состоянии, они хотят, они мучаются, они страдают. Все их внутренность плачет, рыдает, я хочу к Богу, я хочу в церковь, но я не могу. Вот эта вот сила держит их. И поэтому здесь очень важно отречение и разрушение. Если кто-то когда-то где-то был или у гадалки, или там кто-то даже на картах там что-то кидал, сразу останавливайтесь, говорите, Иисус, прости меня. И кровь Иисуса Христа смоет этот грех, тогда Господь дает покаяние человеку. Но это очень сильная сила. Я знала двух женщин, которые обои были, две подруги, и тоже они ходили к гадалкам. Это настолько было тяжело привести их к покаянию. Вот душа мучается, страдает, но сам вот этот вот момент сказать, Иисус, прости, я принимаю тебя в мое сердце как своего спасителя, это очень сложно. Что интересно, я хочу усилить твою мысль, потому что то, что существует два мира, духовный мир зла, нечестие, неверие, демонский мир, это однозначно. И второй мир, это мир святости, это мир с Богом, это мир чистоты, праведности, это мир Царства Божьего. Об этом все Писание говорит. То есть то, что существует параллельно два мира, это однозначно. Смотри, как дьявол обманул. Дьявол толкает человека, вместо того, вместо того, чтобы дьявол никогда не толкает, не поощряет человека к святой вечности, к святой, с Богом. Он открывает глаза, и человек реально принимает потусторонний, духовный, невидимый, неведомый ему грязный мир. С удовольствием, почему-то как будто в пасть удава, мы туда бегим к шептунам, говорунам всяким, к гадалкам, к ворожилкам, мы туда идем. Но есть же другой, более превосходный путь. Есть путь святости, чистоты. Там, где будущность, там, где надежда, там, где жизнь вечная с Богом, Творцом моим, который умер за мои грехи, который любит меня. Зачем мне на поводу идти у сатаны все, которое что желает, это погубить мою душу? Поэтому действительно, вот я усиляю эту мысль. Зачем выбирать зло, если Господь говорит, слушай, да вот добро же, выбери это добро. Поэтому вот эта дьявольская ложь, которая свое-то предлагает, свое, свое он предлагает. Он говорит там, вот смотри, вот я тебе там погадаю на руке, или я там тебе продай мою душу, то, что светило шоу-бизнеса, продают свою душу. То есть дьявол чуть-чуть какой-то фантик им покажет, чуть-чуть, что-то оно блестит. Но он им не показывает, что придет за породом вечности. Да, какое тяжелое будет разочарование. Знаешь, что самое интересное? Вот меня всегда, Бог напоминает мне этот стих. Вот никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Христос во второй раз. Откуда дьявол может знать твою будущность? Несомненно. Никто не знает ни дня, ни часа. И здесь я хочу еще один случай ставить, привести пример. Несколько лет назад у моего мужа умирал дядя от рака. И мы только приехали оттуда, от родителей, и вроде как мы знали, я не знаю, о чем мы туда не попали, но когда мы приехали домой, нам говорят, остались считанные дни. И мой муж говорит, два, съездим все-таки проведаем. Ну как-то уже перед, он уже в возрасте был, 80 чем-то лет было ему. Ну, и, ты знаешь, я вроде согласилась, купили мы билет, и на следующее утро мы должны были вылетать. И когда на утро я встала, я просто проснулась еще, я услышала голос. Голос, как мы с тобой разговариваем, я не из тех, что слышу голоса каждый день, но этот раз я услышала голос, который мне сказал, Бог определил день на небе, для него 6 июня. И я сразу в мыслях прокрутила, какое сегодня число, это было 31, 30 мая. Ты знаешь, мне это было так неожиданно, так непонятно, но единственное, что я понимала, просто так мне Господь это не откроет. И я никогда не видела этого человека, мы собрались с мужем, сели в самолет, я даже мужу ничего не сказала, вдруг мне что-то послышалось, да? Как я скажу человеку, что тебе осталось 7 дней жить? Когда мы приехали туда, я всю дорогу, у меня единственная одна мысль была, Господи, как я скажу человеку о Боге, которого я вообще не знаю, никогда не видела, может, он даже еще и верующий, но откуда я знаю, да, его жизнь? И когда мы приехали туда, к моему удивлению, там было очень много людей в этом доме. Ты знаешь, это неописуемое чувство, его не объяснить, его не описать. Когда ты сидишь в комнате, и напротив тебя сидит человек, которому осталось 7 дней жизни. Ты сидишь, ты смотришь ему в глаза, ты слушаешь его речи, а вся твоя внутренность плачет и рыдает, человек строит столько планов, он еще собирается жить, он еще думает, что ему будет хорошо, что его Господь исцелит, что ему будет легче, а ты сидишь напротив него, и ты понимаешь, 7 дней жизни. Что бы я сделал на его месте, если бы мне кто-то сказал, тебе вот столько осталось? Конечно, как ты сказал, мы бы по-другому смотрели на жизнь, мы бы по-другому готовились к вечности, все было бы по-другому. Но Господь это сокрыл от нас. И знаешь, я настолько Богу благодарна, что Он это сокрыл от нас, потому что это бы невозможно было бы жить. Ты бы каждый день ходил и думал, что я такого-то числа, в такое-то время я уйду в вечность. Ты бы не жил, ты бы даже не существовал. Это настолько сильно тебя, вот твое мышление, твою внутренность, это всего тебя переворачивает. И когда я сидела в комнате, все, о чем я мечтала, думаю, ну не откройл же мне Господь это, чтобы я вот так вот при всех сказала, слушай, у тебя осталось 7 дней жизни. Это нужно было преподнести очень аккуратно, очень этикетно, очень, ну это очень серьезный подход к человеку, это непростые вещи. И когда я сидела и думала, я говорю, Господь, Дух Святой, как? Научи. И ты знаешь, что самое интересное, когда уже люди начинали как бы собираться, подниматься, и я ищу момент, чтобы поговорить с ним один на один, в этот момент мать моего мужа говорит вовсю, говорит, Натали, а ты что, даже не помолишься за него? Знаешь, что самое интересное было? Там был мой муж, мой муж мог помолиться за него, мать ничего не знала, что мне Бог открыл. И там были другие люди, там были, ну, мужчины, кто-то вроде как бы поважнее, посильнее, да, меня духовно. И ты знаешь, вот именно в этой молитве Дух Святой дал мне такую молитву, что там была молитва, вот, целая проповедь, понимаешь? Что она касалась не только его, он заливался слезами, этот человек, но это касалось людей, которые стояли вокруг. И когда мы уже помолились, а все люди вышли, я вернулась назад в дом, и я ему все-таки сказала, что, говорю, если бы вот вы стояли у преддверия вечности, вы готовы встретиться с Христом, вы готовы прийти на небеса. И так мы с ним немножко пообщались, он очень сильно плакал. Он мне сказал, ты, говорит, ты даже не представляешь, что это сделало в моей жизни, что ты сюда приехала. Я тебя первый раз в жизни вижу, но это настолько меня укрепило, это настолько дало мне силу к вечности приготовления. Это знаешь, что самое интересное такое? Вот мы выехали оттуда, выедем назад в аэропорт, и мой муж говорит, что ты знаешь, что я не знаю? Ну, знаешь, это момент приходит, когда ты начинаешь изучать облака, когда ты сразу смотришь в окно, потому что, ну, как я скажу это мужу, потому что, ну, это серьезные вещи. И он съехал на обочине, он сказал, я с места не сдвинусь, пока ты мне не скажешь, что ты знаешь, что я не знаю. Ну, тогда мне уже, конечно, пришлось признаться ему. Но это дало возможность семье узнать, что действительно говорил Дух Святой. Понимаешь, если бы я уже сказала потом, в это уже бы... И он умер, так и умер, 6-го числа. Он умер 6-го числа. 5-го числа, когда я легла уже вечером отдыхать, это, представь, это его семь дней и моих семь дней, ты постоянно ходишь, молишься за этого человека. И я не могла ни спать, ничего, я стояла за эту душу в проломе. Несколько часов. Наташа, у тебя это не единичный случай, насколько я знаю. Не, ну, голос неба я слышала это первый раз, один раз. Когда Господь давал тебе ходатайственной молитвой за ступничество, и стояние за какие-то души, которые должны были уходить в вечность. То есть в частной беседе некоторые вещи ты мне рассказывала. Ты считаешь... Я так скажу, что блаженны те люди, очень блаженны, которым была дана такая возможность. Но, к сожалению, к глубокому великому прискорбию, миллионов из людей такой возможности может быть не дано. Миллион, даже сотен и тысяч из вас такой возможности может и не быть. Пастор, почему я здесь? Потому что душа моя чувствует по ту сторону, по той стороне экрана, кто-то нуждается в этом. Кому-то еще отмерены часы, и там, где никто никогда не заходит в этот дом, Господь приходит через эту камеру сегодня в этот дом сказать тебе еще раз, Иисус не забыл тебя. Можешь себе представить, со всей вселенной все, что сегодня происходит в этом мире, Господь как бы так, по большому счету, занят, чтобы держать всю эту вселенную. И Он оставляет абсолютно все, но приходит в твой дом сказать тебе, что Иисус любит тебя. У меня есть одна история, которую я услышала очень быстро. Я услышала ее на Тибиэне, Билли Грэм, очень известный проповедник в Америке, Его знают во всем мире, да? И есть вот, забыла, как его сейчас зовут, Артур, который носит крест за собой все время. И он был на Тибиэне, говорил свидетельство. Он говорит, поздравлял Билли Грэма с днем рождения. Он говорит, Билли Грэм, я тебе хочу напомнить одну историю из нашей жизни. Он говорит, помнишь, когда ты пошел со мной, оставил все свои стадионы и пошел со мной, куда я иду, и ты пошел со мной. И вот они зашли в какой-то бар, и, ну, Билли Грэм, естественно, как очень известный человек, он нацепил кепку, оделся так, чтобы его не узнали. И этот Артур, когда он зашел в бар, он стал... Артур Блассин. Блассин, да. Он стал говорить в баре прям вот всем этим о Боге, о спасении, о Христе. И один мужчина поворачивается к нему и говорит, говорит, слушай, я не знаю, кто ты, но я сказал Богу так. Если Билли Грэм станет перед моим лицом и скажет мне о Боге, я поверю, что есть Иисус Христос. И это произошло. Билли Грэм снял свою кепку и сказал... Вот он я. Вот он я. Ты можешь себе такое представить? Человек оставил стадионы, человек оставил тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. Можете представить, насколько Бог любил эту душу? Этого человека. Потрясающе. Он пришел к нему в бар. Потрясающе. Скажи мне, что это не Господь. Это такое чудо, что действительно, как ты говоришь, кому-то Бог благоволит настолько, что дает этот шанс. Но миллионы людей, миллионы людей должны быть готовы даже вне этого шанса. Просто готовы, просто, ну, просто готовы. И все. Дис и зэп. Тот человек должен быть готов. Насколько меня пленят старшие люди, старшее поколение, старшие... Мои родители. Ярким примером твои родители. И Анатолий Михайлович. И маму. Помню. Маму помню. Это был... Благочестивый человек. И насколько блаженны эти люди, которые... Вот знаю, мои родители, так как и твои. Они всегда готовятся к вечному. Они всегда готовы. То есть, у них Слово всегда. Они в молитвы. Зайдешь домой, там разложены Библии, духовная литература. Там, по большому счету, 85. Какие Библии? Но отец читает. Сейчас, кстати, твою книгу тоже читает. Это отец читает, вникает в Слово. Мама изучает Слово. О чем это я говорю? Люди блаженны. Но, когда смотришь на более молодой возраст, более молодой, и ряд из вас подвержен этому греху или этому недостатку. И назовите, как хотите. Грандиозные планы мы строим. Такие большие планы. Мы такие планы строим. Я никогда не забуду. Я ночевал в доме. В доме. Очень солидном доме. Наших людей. Молодые люди. Слышу, он получил смертельный диагноз. Смертельный диагноз. Смертельный. Я как-то, через время я беседовал с родственниками. Говорю, ну как? Слушай, говорит, его уже ничего не интересует. А я так, что вы имеете в виду? А имею в виду, что он сконцентрирован на вечности. И я думаю, неужели Господу, неужели Господу надо идти? Ну, Господь таким путем идет для того, чтобы человека перефокусировать. Есть такое слово, перефокусировать. Когда у нас фокус на одном. Money, 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 money. Деньги, деньги. Когда у нас в приоритетах только земное, только вот это, то, что видимое, то, что мы щупаем, то, что блестит или не блестит, то, что на счету, то, что в гараже, то, что где-то еще в моем книжном школе. То есть, когда у нас только это в приоритетах, Господь чуть-чуть корректирует. Есть такая коррекция, да? Он корректирует, корректирует. И лучше бы, чтобы он корректировал, ну, он всегда это, кстати, с милостью делает. Ты знаешь, мне как-то приснился сон, и во сне Господь действительно меня благословил. Знаешь, это Божье благословение, я его другому никак не назову. Во сне Он мне показал частичку неба. Это был сон, я не была там выступления или что-то, это был сон. Но это настолько красиво, это музыка неописуемая. Ничего подобного я на земле не слышала. Настолько вот эти вот все переливы, они настолько сливаются воедино. Это такая красота. Небо, я помню, я посмотрела на небо, вот кто-то меня сопровождал. Я не видела, кто меня сопровождал, но я имела общение. То ли это ангел был, то ли это кто-то, не знаю. И я посмотрела на небо, небо настолько было неописуемое. Вот с одной стороны оно как-то было как голубое, с другой стороны что-то розовое, малиновое, чуть-чуть красного. Я не могла понять, что это. Я говорю, это что, закат? Мне говорят, какой закат, это небо. Потом я видела воду. Для любителей воды, там для вас много воды. Будете отдыхать, будете, знаешь, у меня всегда было такое ощущение о небе. Вот только Господь, трон, все у трона прославляют Бога, и больше абсолютно ничего. Или как бабочки на деревьях сидят. Да. У меня тоже такое было. Да. И когда я увидела, я помню, что я посмотрела воду, и у меня первая мысль пришла. Акулы, знаешь, и кто меня сопровождал, говорит, какие акулы, это небо. И, ну, красота. Я не смогу описать ничего подобного. Но помню, что еще мы проходили мимо какой-то вот, ну, на наш язык, да, я не знаю даже, как это назвать. В общем, там раздавали пирожное, пейстрит, знаешь. И я подошла, посмотрела, мне так захотелось попробовать. И я говорю, ой, у меня денег нету. Они говорят, это небо, здесь не нужны деньги. Если хочешь пробовать, пробуй. Я хорошо помню, я положила этот маленький кусочек в рот, и оно, знаешь, даже с медом его не сравнить, оно настолько растало у меня во рту, ну, настолько это было приятно, что я когда проснулась, я вспомнила, что я что-то наподобие видела на земле в каком-то магазине. И потом я поняла, что это была баклова. И я быстренько там через какие-то там сколько дней побежала в самый дорогой магазин, выбрала самый-самый лучший там. Помню, я там за такой вот пакетик отдала там 11 долларов, и я не дождалась, я в машину прыгнула, хотела этот кусочек попробовать. И я тебе говорю, я просто его выплюнула. Простите меня, любители баклавы, но ничего подобного то, что на небесах вы здесь не пробовали и не ели. Знаешь, к чему это меня привело? Конечно, я когда проснулась, я несколько часов подряд закрывала глаза, чтобы вернуться в этот сон, но увы. И к чему мне это? Я очень часто себе говорю, что нет на этой земле ничего, чтобы удержало меня, что я здесь забыла на этой земле, чтобы не попасть на небеса. Когда я была маленькая, у меня был очень большой страх, я боялась попасть в ад, потому что я как бы ходила в церковь, верила в Бога, потому что я боялась попасть в ад. Сегодня я боюсь потерять каждый день с утра до вечера. Я работаю над собой постоянно, я молюсь, я ищу Бога, потому что я боюсь потерять, ради чего-то вот этого земного, потерять небеса. Наташа, я снова анонсировку сделаю. У нас автор книги «Цена недосягаемой скалы» из 60-го псалма. «Возведи меня на скалу, для меня недосягаемо». То есть мы с автором «Друзья» Наташа Артик проживает на сегодняшний момент с семьей в Теннесси. Наташа, спасибо тебе за твое время, за участие в нашей программе. Я так, что меня особо трогает, то, что ты не удовлетворена тем, у тебя нормальная работа, у тебя любящий муж, так сказать, ну, все нормально для того, чтобы, так сказать, жить, как и все, как мы говорим. Но все-таки тебя тянет, вот, зная тебя много лет, тебя тянет к тому, чтобы все-таки познавать Бога, углубляться в отношениях с Богом все-таки. Написано, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. То есть небесное, оно всегда лучше, оно всегда лучше. И в этом то и блаженно твое состояние, то, что все-таки ты ищешь, как угодить Господу, как угодить Господу. Вот многие из людей, не в обиду будет сказано, даже из числа наших зрителей, духовно они как выжатые лимоны. Просто ничего, а разбитая корыта духовная, разбитая. К сожалению, и скорбит Господь, может, где-то в глубине, в потаенном своем комнате, где-то в подсознании скорбит и человек. Но как замкнутый круг. И хотелось бы, но уже на свои плечи столько набрал, что этот замкнутый круг разорвать не может. Не может. Может и хочет, но не может. В силу разных причин и обстоятельств. Ты действительно говоришь, что некоторые зашли в потусторонний мир и в грязный мир. И не могут вырваться, в проклятии находятся. Но Господь даже эту цепь разрывает, цепь проклятия. Другие в суете. Больших грехов вроде и не делаем. Но такая ежедневная, повседневная, бизнес какая-то может быть и немаловажная в кавычках. Но суета. А для Бога времени нет. Для Бога нет времени. Наташа, на днях мы получили звонок. Кто-то, и мне потом прислали смс, говорит, Юрий Михайлович, такой звонок был на нашу телефонную молитвенную линию с того берега. И пишет сестричка, говорит, по телефону мне передали, нашему сотруднику. Говорит, мы были знакомы с еврейской семьей. Семья евреев, благочестивых, ну в своем роде, Иисуса Христа не знают, не признают. Очень состоятельные и богатые евреи. С Флориды, по-моему. И внезапно. Ничего не предвещало беды. Матери их 74 года. Ужасная катастрофа. Машина. Откуда? Как? Люди их обхаживают со всех сторон. Как ее ударила машина? И она лежит в хосписе, умирает. Она лежит, умирает в хосписе. Говорит, вы видели бы состояние трагедии этих детей, которые, они ко всему были готовы. Зачастую люди неверующие. Может, в душе где-то там какой-то потусторонний верит. Но они думают, что такая богатосостоятельная, безбрежная жизнь, она будет вот так как-то будет идти. А здесь в 74 ужасная катастрофа. Она умирает. И, говорит, ее родственники бегают вокруг постели. И, говорит, Дух Святой, эта сестричка, говорит, Дух Святой повел меня снова к этому. И я им начал рассказывать, что у вас есть надежда. То есть, что есть все-таки еще надежда на встречу. И, кстати, вы просили поддерживать вас в молитве. Мы это делаем. Просто поддерживать в молитве, чтобы вот эта искра, увасающая искра, чтобы, ну, там Дух Святой коснулся. У нас смотрят ряд евреев в Сан-Франциско через кабельные сети. Наташа, пожалуйста. Хочу еще одно предложение сделать. Потому что я знаю, что передача подходит к концу. Но это очень и очень важно для многих телезрителей. Я просто прошу, если вы ничего не слышали, вот на этом сосредоточьтесь. Я знала одну женщину, которую я очень любила, очень уважала. Она много для меня в жизни сделала добра. Она была неверующая, но, тем не менее, очень хорошей души, человек, доброй души. Но когда я уехала в Америку, естественно, я потеряла с ней все связи. И вот в один из приездов, когда я приезжала в Украину, я увидела ее в городе. Она стояла на улице, и мы с ней встретились. Я пришла к ней домой. Я пришла туда со служителем. И мы, как бы, зная ее жизнь немножко, мы с этим служителем говорили ей о Боге, говорили о спасении, говорили о Иисусе Христе. Говорили, чтобы она в церковь шла. Она очень плакала, очень плакала. Но я ей даже договорилась, чтобы ее в церковь возили, потому что она уже немножко была в возрасте. И она все обещала. Этот служитель заезжал за ней много раз. И каждый раз, когда он приезжал к ней домой, чтобы в церковь повезти у нее, каждый раз были другие отговорки. И когда я уже приехала на следующий год в Украину, она буквально не прожила и шести месяцев, наверное, после того, как я уехала. И для меня это было очень жалко, печально, потому что, насколько я знала, она так и не пошла в церковь. И спустя несколько лет мне очень неожиданно снится такой сон. Снится сон, я вижу ее, она спускается ко мне вот как бы сверху, и я понимаю, что кто-то ее сопровождает. Она не одна. И она допущена ко мне только на расстояние и только на мгновение. То есть это было определено, только Бог это может позволить. И когда она подошла, она сказала слова, которые... Я так хочу, чтобы телезрители услышали это. Она спускалась, смотрела на меня, и она говорила, если бы кто только мог, если бы кто только мог вернуть мне тот день, когда вы говорили мне о Боге, я бы приняла его как своего спасителя. Но там, где я теперь, уже никто не может мне помочь. Ее время вышло, ее запирали назад, она удалялась, и она поворачивалась в сторону. В мою сторону глядела, и она просто повторяла снова и снова и снова. О, если бы кто только мог, о, если бы кто только мог вернуть мне тот день, когда вы говорили мне о Боге, я бы приняла его как своего спасителя. Я бы приняла это спасение, я бы приняла. Но там, где я теперь, уже очень и очень поздно. Это было тебе действительно дано для того, чтобы ты могла засвидетельствовать. Я сегодня говорю к вам. У вас есть еще шанс, у вас есть еще время. Мы не просто здесь с пастырем, потому что нам делать нечего. Мы не просто сюда приехали, что мы что-то там собираем или что. Мне Господь просто благословил меня, что мне нигде никогда не надо не собирать никакие деньги. Мы эту книгу дарим для импакта. Я просто телезрителей прошу, это все, что вы пожертвуете в эту книгу, вы получите благословение, вы благословите служение импакта. Это не для меня, это не для моих личных каких-то целей, это для служения импакта. Сегодня все это сделано только лишь для того, чтобы прийти к вам еще раз. Чтобы потом в вечности вы не плакали, вы не кричали, вы не взывали. В Библии есть место, когда умер богач, умер и лазарь. Знаешь, что самое интересное? Что Иисус даже не указал имя богача. Возможно, он был большой человек, возможно, он владел большими финансами. Написано богач. Точно. Но можешь себе представить, все, что он ему дал, он дал ему имя богач. Все, что у него осталось. Хотя люди знали его по имени-отчеству. Его похоронили. По отчеству даже величали его. В Библии написано, что его похоронили. А лазарь был отнесен. Да? Даже некому лазаря было похоронить. Но все, что он получил, ведь Библия, которая оставила нам инструкцию, там только осталось его как богач. Да. И последнее, я вчера летела на самолете, и как всегда на самолете объявляют инструкцию. Но никто не смотрит в нее. Точно. Они уже придумали всякие смешинки, всякие развлечения, никто не смотрит в нее. Но рано или поздно это им понадобится. Точно. Смотрите в Библию, там инструкция для нашей жизни. Ты знаешь, это сильно, это сильно тебе Господь вчера показал в самолете. И всякая истина параллельна. И вот точно так в духовной жизни. Точно так. Параллельно тому, как мы сидим, я себя сколько раз ловил. Она там рассказывает, если будем садиться на лед, сядем где-то на воду, попадем в океан, вы будете судой выходить. Я думаю, говори, говори. Но я тебе даю гарантию, если самолет попадет на воду, все друг друг будут кричать. А что нужно делать? Да, да, да. И точно, и в духовной жизни то же самое. Дьявол извратил истину. В церквах развлечения. Наташа, смотри. И юморит, дьявол юморит. Показывает потусторонний мир. Если он ад изображает, дьявол изображает ад. Но якобы черти на сковородках там кого-то жарят. Это с тем, чтобы вот, ну, типа вот смотрите, глупость какая. На сковородках кто-то вас будет жарить. Это же глупость. Видишь, как дьявол юморит? Что типа нет вечности. То есть ты живи как хочешь. Что воротил, то и вороти. Дьявол извратил, обманул, обезобразил. То есть это его грязная, гнусная работа. Но, Христос говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Жизнь с избытком – это жизнь богатств. Ну, не обязательно земных. Если Бог дает вам и земных, будьте благословенны. Просто жертвуй на дела Господни. Но жизнь богатств – это жизнь в Боге, это жизнь в небе, это жизнь в духе, это жизнь в радости, это жизнь в праведности, это жизнь во святости. То есть вот что такое жизнь с избытком. Это ты дышишь полной грудью, это ты светлым глазом, светлым взором смотришь с надеждой в будущее. Да, Бог тебя благословляет на этом. Да, ты пользуешься благами, наслаждениями. Но ты небожитель. Ты не укореняешься. Ты небожитель. Почему? Потому что рано или поздно придет время. Наташа, я никогда не забуду, когда произошла Чернобыльская авария. Ты помнишь, Чернобыльская авария. Я работал на Западной Украине, там, в одном из предприятий. И срочно поступила нам команда такие делать мини-роботы нашему объединению, чтобы они, вот этот четвертый энергоблок, который взорвался, чтобы людей туда не пускали, а чтобы эти роботы наши, которые мы конструировали, ездили по этим крышам. И эти брикс, эти, собирали этими шупальцами эти камни и сбрасывали вниз. То есть, и я помню, как сейчас, меня отправили в Киев, дали зеленую улицу, открыли все министерства. По одному звонку с Москвы, то есть, меня практически ночью, ну, образно выражаясь, ночью я звонил министру, поднимал его с этого, с постели. Почему? Срочно изготовление этих роботов, потому что там катастрофа. Так вот, делаю длинную историю, короче, что произошло? В 89-м году, я уже буду в Америке, только приехал, мне раздался звонок. В центре Сиатла, Юрий, в госпитале, срочно приедет в центре Сиатла, в госпитале. Я говорю, какой есть, какой? Там есть одна семья. Я говорю, какая? Из Чернобыля. Мы пригнались прямо в центре Сиатла, Harbour View Medical Center, подняли нас в специальное отделение. Я зашел в палате и вижу, под панцирем находится человек. И мне шепчут, там сопровождающие, говорят, это человек, который вертолетом над четвертым энергоблоком в Чернобыле постоянно целые сутками облетал и сбрасывал туда воду прямо над четвертым. Он висел своим вертолетом, он был штурманом вертолета или летчиком. И он висел несколько суток над этим энергоблоком, сбрасывал, ну, для того, чтобы потушить. Меня сразу прокрутилось. Вокруг стояла семья, стояла жена и там несколько детей. Если бы вы видели разочарование, если бы слезы, она глубоко рыдала. Он был без движения. Врач сразу сказал, что ему не выжить. Он настолько был радиозаражен, что он был как аж синий. Дышала грудь. Я подошел к нему, говорю, я не знаю, ли ты слышишь. Он был в коме. Я говорю, он слышит? Говорит, мы ничего не знаем. Я говорю, я не знаю, ли ты слышишь или нет. И когда я зашел, я увидел, как за утопающую соломинку за меня схватила жена. Молодые люди, молодые люди, да. Пожалуйста, спасите. Пожалуйста. Он такой был добрый. Он хотел спасти людей. Он в Чернобыле. У меня эта картина за Чернобыль сразу прокрутилась в голове. Я обратился к ней. Говорю, я буду молиться молитвой покаяния с ним. Слышит или не слышит, я сделаю. Но, говорю, для вас. Умрет он или у него. Для вас, говорю, это хороший пример. То есть это хорошая возможность того, что то же самое может случиться с любым из нас. Какую вечность мы сегодня встретим с вами. То есть мне так положилось на сердце эту историю коротко рассказать. Друзья, действительно, как много таких случаев, как много примеров. И Бог эти примеры ярко ставит на пути нашим для того, чтобы остановить, для того, чтобы предостеречь, для того, чтобы снова по-новому как-то мы начали думать, по-свежему размышлять и быть готовы ко встрече не с человеком, ко встрече с Богом. Наташа, последнее слово тебе, пожалуйста. Пожалуйста, у тебя есть телеобъектив. Thank you, Chase. Знаешь, мне так хочется пожелать телезрителями. Я живу с одной мыслью каждый день. Я хочу прожить жизнь так, что когда я пристану перед Христом, мне не стыдно было посмотреть к Нему в глаза. А эта встреча обязательно будет. Сколько Он определил, я не знаю. Но чтобы когда мы станем перед Ним, чтобы не стыдно было посмотреть Ему в глаза. Мы сегодня делаем все, что мы можем, все, что делаем, для того, чтобы спасать те души, которые Он любит. Несомненно. Спасибо тебе за твое время. Бог да благословит семью. Все, что ты делаешь, участвуя в делах благотворения, то есть Господь, да, восполнит все твои желания по богатству благодати своей. И все да усовершится и устроится в твоем служении. Во славу Господу. Я хочу сказать, что эта книга действительно написана Духом Святым. Ты знаешь, я ее когда вот сама открываю на самолете, мне надо было прочитать одну из глав. Я сидела и думала, неужели написала это я? Почему? Потому что вот действительно она была написана. Она была написана, Наташа, от сердца. Оно не выдумано, оно не скопировано. То есть это тоже лично твои переживания. И из-за этого это очень ценно. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Мы беседовали, мы говорили, мы рассуждали. Мы обращались к вам, а вам решать, что ты сделаешь. Вот тебе жизнь, вот благословение, вот проклятие, вот свет, вот чма, вот любого, вот ненависть, то есть два мира, два пучи, два ответа, два решения. Господь говорит, избери жизнь, чтобы ты жил, и жива была твоя душа. Иисус Христос любит тебя сегодня и сейчас. Помните об этом. Мы также любим вас. Будьте благословенны. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!